Какие каникулы могут быть безопасных приключений, злых пиратов, загадочных поисков и таинственных кладов? Естественно, самые скучные и неинтересные. Квест-игра в поисках сокровищ или посвящении в пираты прошла на летней площадке Центра Дополнительного Образования. Ребята и педагоги прошли самый настоящий, захватывающий и непредсказуемый квест, загадка которого пряталась в обыкновенной пиратской карте сокровищ. Начнется все со старой карты, в итоге кое-кто не соберет костей, а островок, что мог бы быть курортом, объектом станет дьявольских страстей. Все, первая попытка удалась, ура! Произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийства и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней изображен какой-то план. Всему виной деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать, за мной пришли. Спасибо за внимание, сейчас должно быть будут убивать. Да-да, никто не обещал, что ребятам будет легко, ведь для того, чтобы получить эту карту, им пришлось постараться и доказать, что они и есть те самые бесстрашные и отчаянные пираты. Для этого им пришлось пройти сложные и опасные испытания. Самое трудное – это паутина. Там надо закрытыми глазами проходить, вот. А еще трудное – надо вот так палочками, вот стаканчики с водой, надо перелить стаканчик в другую. Там брать палочку, вот обычную, вот так нажать и переливать так. Но вы справились с испытаниями? Да. Даже девочки не испугались сегодня отправиться в путешествие навстречу опасностям и приключениям. А девочки могут быть пиратами? Да. А что им надо делать для того, чтобы стать настоящим пиратом? Пройти испытания. Ты прошла испытания? Да. Мы вместе с командой прошли испытания и нашли клад. А что было в сундуке, сокровище? Родные сладости, ракушки, камушки и все такое прочее. Понравилось? Да. Благодаря поддержке и пиратской дружбе обе команды юных корсаров достигли заветной цели. Дети успешно у нас справились со всеми нашими заданиями. Боцманы очень старались запутать, дать сложные задания, чтобы не справились дети. Но они все препятствия прошли, проявили мужество, смекалку, ловкость, показали, что они действительно могут работать командами. Ну и, в общем-то, выиграли свой приз. Ребята славно повеселились и при этом незаметно для себя развили в себе чувство товарищества, сплоченности команды, расширили кругозор, развили смекалку. А помогали им в этом сплоченная команда сотрудников детского центра Истоги. Телеканал ТВЛ спешит уверить телезрителей, что никто из участников сегодняшних съемок не пострадал. Вместе с пиратами клад искали Дмитрий Морозов, Татьяна Пыринова и Егор Горбунов.